Асель Садовакасова тоже сейчас на съемочной площадке. Большую часть рабочего времени продюсер проводит под палящим алматинским солнцем. Интересно, как Аселе удается не обгореть такую жару? Смотрим, а я возьму на заметку. Июль в этом году выдался действительно жарким. В некоторых городах Казахстана температура достигла плюс 50 градусов. Но не всем удается вырваться на море и лежать в прохладной тени. Как призналась Асель, у нее и ее подруг есть ряд секретов, которые помогают приобрести бронзовый загар. Советуют пить морковный фреш. Или даже слышала обтираться пивом. Не знаю, говорят немцы так делают. Правда это или нет, не могу сказать. У меня некоторые подруги, которые помешаны на красивом загаре, они, например, даже принимают специальные витамины. Кстати, на солнцезащитных кремах есть цифры. Они указывают на степень защиты. Чем светлее кожа, тем выше должен быть уровень СПФ. Я использую крема СПФ 50 на лицо. На тело стараюсь, чтобы чуть-чуть был загар. Но у меня очень тяжело принимает кожа загар, поэтому очень долго я загораю. По словам врача-косметолога Оксаны Малицкой, важно загорать очень аккуратно. Но если вы все-таки сгорели, нужно делать следующее. Поэтому вы должны снять одежду и, естественно, на эту горячую красную кожу приложить марлевую салфетку или полотенце, смоченное в холодном ледяном зеленом чае. Второе, что вы должны купить в аптеке – срочно спрей. И вот нанеся на тело, вы уменьшите и боль, и отек, и снимете также болезненность. Ну а если уже ожог третьей степени, и вы покрылись в холодырями, то нужно срочно обращаться все-таки к врачам. При этом не все народные средства при солнечном ожоге полезны. Нельзя ничем растирать обгоревшие места и использовать мази. Вы можете натереть огурец и приложить этой холодной массой к обожженному месту. Это снимет и боль, уменьшит отек. Сметана считается возможно делать, но не на первых этапах. Если соблюдать меры предосторожности, можно получить красивый загар даже в городских условиях. Так что дерзайте и не упустите свое лето. Продолжение следует...